Целый блок социальных и экономических тем рассматривались сегодня на совещании президента с руководством Совета Министров. Правительство представило главе государства несколько новых проектов указов. Они касаются ключевых направлений государственной социальной политики. Это поддержка семей, пенсионное обеспечение, жилищное строительство, гражданские и молодежные инициативы. Александр Лукашенко отметил, что многодетные семьи – основной демографический ориентир. И важно не допустить снижения рождаемости. Вместе с тем глава государства обозначил, что воспитание – это тяжелый и ответственный труд. И в этом государство подставляет плечо, на которое точно можно опереться – внушительную финансовую поддержку. В стране сформирован мощный пакет социальных мер, которые включают в себя пособия при рождении и воспитании детей, финансовую помощь на жилье, льготы, в образовании, здравоохранении, налоговый, пенсионный и трудовой сфер. Например, в истекшем 2020 году на эти цели было потрачено 4 миллиарда 700 миллионов рублей. В этом году не менее 5 миллиардов. Огромные деньги. Мы можем ответственно сказать, что поддержка многодетных – это социальный бренд нашего государства и его визитная карточка. С 2015 года работает программа семейного капитала, которой воспользовались более 100 тысяч многодетных семей. Жизнь показывает, мы выбрали правильный путь. Число многодетных семей прирастает. За последние 10 лет практически в два раза. Сегодня в стране этих многодетных семей более 115 тысяч. Александр Лукашенко отметил эффективность работы такого механизма поддержки людей. Его следует развивать. Многодетные семьи должны получать помощь по самым актуальным для них вопросам. Поэтому от разработчиков проекта указа об использовании семейного капитала требуется компетентный и крайне чуткий к нуждам людей подход. На совещании обсуждалось развитие пенсионной системы. Мы повышаем пенсии при каждой финансовой возможности. Прекрасно понимаю, что для большинства пожилых граждан это основной источник дохода. В Беларуси свыше 2,5 миллионов пенсионеров. Более полумиллиона, 510 тысяч примерно работающих пенсионеров. Пенсионные выплаты превышают 15 миллиардов рублей. И составляют 30 процентов общих расходов бюджета страны. Треть. То, что о достойном доходе в старости нужно заботиться заранее, через дополнительную добровольную пенсионную программу. Вопросы такие поднимались на 6-м Всебелорусском народном собрании. Предложения по подходам к решению этой проблемы подготовлены. Правительство предлагает своего рода новый механизм для добровольного накопительного страхования пенсии. Основная цель, которую преследовали разработчики, повысить индивидуальный интерес работников в формировании своих пенсионных прав. Наша задача, чтобы каждый гражданин надеялся не только на государственную поддержку в лице государственной пенсии по старости, которую мы и по законодательству, как положено, выплачивать будем в полном объеме в установленные сроки, а как дополнительный элемент каждый человек должен быть тоже заинтересован в повышении своего уровня и качества жизни в старости. Поэтому и предлагается новый механизм по добровольному накопительному страхованию. В Беларуси, как отметила министра, пенсионеры отдают предпочтение солидарной пенсионной системе. Если новый накопительный механизм будет одобрен и заработает, то станет дополнительным финансовым бонусом. При этом человек может по-прежнему рассчитывать на все пенсионные гарантии от государства.